По истине востребованным увеличительным прибором микроскоп стал после открытий, сделанных голландцем Антони Ван Левенгуком. Он в 1673 году открыл мир микроскопических живых существ, которых Левенгук назвал анималькули, зверушками. За это открытие он был избран действительным и равноправным членом Лондонского королевского общества, несмотря на то, что он не знал латыни и по правилам того времени не мог считаться настоящим ученым. Левенгук вообще не получил никакого образования. Он служил в галантерейной лавке, был кассиром, бухгалтером, а позднее стражем судебной палаты, что по современным понятиям соответствует должностям дворника, истопника, и сторожа одновременно. Знаменитым Левенгука сделало его необычное увлечение. Мы бы сейчас сказали хобби. Еще в молодости Антони научился изготовлять увеличительные стекла, увлекся этим делом и достиг в нем изумительного искусства. В те времена самые сильные линзы увеличивали изображение лишь в 20 раз. Микроскоп Левенгука это по существу очень сильная лупа, но она увеличивала в 270 раз. Такие сильные увеличительные стекла не делал никто. В 1673 году Левенгук первым из людей увидел микробов. Он рассматривал в микроскоп все, что попадалось на глаза. Кусочек мяса, каплю дождевой воды или сенного настоя, хвостик головастика, глаз мухи, сероватый налет со своих зубов и тому подобное. В зубном налете, капле воды и многих других жидкостях он увидел несметное множество живых существ. Они имели вид палочек, спиралей, шариков. Иногда эти существа обладали причудливыми отростками или ресничками. Многие из них быстро двигались. Рассматривая под своей лупой тоненькие пластинки мяса, Левенгук обнаружил, что мясо, точнее говоря, мышца, состоит из микроскопических волоконец. Наблюдаемые им объекты Левенгук зарисовывал, а свои наблюдения описывал в письмах, которые на протяжении более 50 лет отсылал в Лондонское Королевское общество. Они были опубликованы еще при жизни Левенгука. Одна из этих книг хранится в Политехническом музее Москвы. Чтобы заглянуть в чудесные микроскопы, к Левенгуку приезжали многие известные люди, в том числе русский царь Петр I. После этого микроскопы появились и в России.